Стартовал новый парламентский сезон. 47 сенаторов и 107 мажорисменов. Премьер-министр, госсекретарь, глава администрации президента. Все при полном параде. В зале чувствуется некое волнение. И вот он появляется. Ельбасы встречают стоя и с овациями. Сессия начинается с личных наставлений лидера нации. Ельбасы поторопил народных избранников принять закон о профсоюзах и разработать кодекс предпринимателей. Призвал госорганы эффективнее контролировать освоение бюджетных средств. А в конце выступления вдруг поручил сформировать в обществе нулевую терпимость к правонарушениям. Видимо, в контексте последних беспорядков в Алматы. Ни у кого не должно быть никаких сомнений, нет противности и справедливости наказания за любые преступления и нарушения законов страны. И в то же время нельзя потворствовать правонарушителям, поощрять легкость отношения граждан к законам. Если мы будем все время либерализировать, тогда уже и наказывать никого не будем за преступления, которые есть. Между тем, посвежевшие за время каникул депутаты в кулуарах говорили о своем имидже и демонстрировали новые костюмы. У меня три костюма. В прошлом году я купил костюм за... Перед первой сессией я купил за 12 тысяч, потом я купил за 24 тысячи и теперь сейчас у меня костюм за 32 тысячи. Долларов? Богофуду, тенге! Я не каждому сезону приобретаю одежду, но я приобретаю здесь, в Астане, в рядовых магазинах. Никаких, ни брендовых, ничего. Просто вот сегодня я прокалывал впервые вот так. Оказывается, вот это предназначено для значков. А мы прокалывали, через десятый прокол уже у нас просняются дырочки. Они как бы незаметны. А телевидение, средства массовой информации, все его покажут, действительно, перед народом неудобно. Я всегда одеваюсь в Казахстане и всегда стараюсь фирмы одежду покупать, которая очень удобна для работы. Деловой стиль – это мой принцип. Этот костюм сколько вы купили? Тридцать две тысячи. Это слишком недешево. Производство очень. Дешево? Да, где? Где покупали? Где такие цены? Ооо, а знаете, у меня есть… У вас, наверное, 70% сколько там? Нет, 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 я действительно, буквально, в смысле, я правильно говорю. Нет, ну как-то 32 тысячи, это невозможно. Как невозможно? Давайте, если хотите, я вам адрес мне. Давайте, вместе пойдем и можем такой купить. А где вы его купили? Я центральный базар. У экс-сенатора Олихана Кальцарова работа нынешнего парламента вызывает улыбку. Говорит, все это не больше, чем формальность. Работодатель дает очередные наставления своим работникам. Настоящие дела совершаются кулуарно. Обыкновенное пускание пыли в глаза, то есть это комедия. По большому счету комедия. Никто же из сенаторов никогда не пойдет против своего работодателя. А президент, назначая своим указом, является прямым работодателем. Они не избираются, они не проходят какого-либо ситоотбора. Это все делается только кулуарно. Я не говорю о тех 66% сенаторов, которые тоже фактически назначаются депутатами нуратановских маслехатов. Как бы то ни было, политическая осень началась, а она в Казахстане всегда богата на события.